Час дня на Дону Большой информационный час Час дня на Дону Нужно на такой вопрос Соблюдаете ли вы противопожарную безопасность? И варианты ответов Да, перед тем, как выйти из дома Проверяю все электроприборы Нет, я уверен, что все будет хорошо И выхожу из дома, вспоминаю Выключил ли электроприборы или нет Но домой не возвращаюсь Вот такие варианты ответов Заходите на сайт, голосуйте Отвечайте на вопросы Мы приступаем к разговору С начальником отдела административной практики Дознания Главного управления МЧС России Простовской области Игорем Тегненко Здравствуйте, Игорь Валерьевич Здравствуйте, Инна Здравствуйте, уважаемые радиослушатели О пожарах и профилактике Мы регулярно говорим в нашей студии Эта тема снова актуальна Кроме того, что стартовал Отопительный сезон Пока особой необходимости В дополнительном обогреве нет На улице плюсовая температура Тем не менее, Игорь Валерьевич Какая сегодня ситуация с пожарами в области? Ну, на сегодняшний день У нас такое легкое снижение пожаров на 8 Пожаров у нас меньше, чем в прошлом году было Но если говорить, допустим, об августе-сентябре У нас прям такой был серьезный скачок пожаров То есть переживали мы Акцентировали свою работу Именно на профилактической деятельности Старались доводить все требования До жителей нашей земли Но если говорить так в цифрах Я не знаю, интересно, нет То с 1 октября у нас 193 пожара А в прошлом году у нас в это время Было с 1 октября 268 пожаров Ну и, наверное, мы не можем не отметить Что изменился, наверное, масштаб пожаров в этом году Да? Это не такие... Ну, масштаб пожаров, естественно, изменился Причем, то есть мы прогремели на всю Россию С этими пожарами, которые у нас произошли Такого давно не было Не то, что, наверное, у нас в городе Да, и нигде еще не было в ближайшие там Какие-нибудь лет 50, я думаю Ну, поэтому в целях профилактики мы сегодня подробно поговорим Напомним основные правила противопожарной безопасности И, ну, обо всем по порядку Как меняется статистика пожаров в отопительный период? Ну, естественно, она меняется в худшую сторону То есть, как только у нас начинается отопительный сезон Сразу у нас довольно-таки такой ощутимый рост пожаров происходит Люди начинают отапливаться Отапливаться Чем у нас это? Электроприборы Печи на твердом топливе Естественно, кто-то там не уследил Что-то забыл и так далее И тому подобное Происходит пожар Можно сказать Ну, уже есть у нас пожары такие Которые произошли Именно из-за отопительных приборов Даже с гибелью То есть, у нас погиб человек уже Топил печь Ну, естественно, был в нетрезвом состоянии Почему естественно? Потому что, как правило В большинстве случаев Все эти пожары происходят из-за того Что люди находятся в нетрезвом состоянии Ну, часто Чаще всего Растопил печь Жена ушла на работу Муж находился в нетрезвом состоянии дома Зачем-то он близко к печи каменной Обшил стену пластиком Который, собственно, начал плавиться Из-за того, что печь Была хорошо натоплена Может, перетопил ее Забросил больше дров И от продуктов Вот этого пластика Он, собственно, и погиб А был бы трезвым Смог бы отреагировать на ситуацию? Скорее всего, да То есть, скорее всего, почувствовал Потому что запах-то едкий Но от этого пластика, как правило Но он очень токсичный Поэтому я же говорю Применяйте вот эти вот пластики Дома с большой опаской То есть, лучше даже деревом Обшить что-то Во-первых, дерево дольше загорается А если его обработать Какими-то составами Которых полно сейчас В любых магазинах Хозяйственных, огнезащитными Так вообще вы будете обезопасены И красиво, и натурально И, главное, для здоровья Более безопасно, нежели пластики Но лучше использовать, наверное Совсем другой материал Ведь есть и другие материалы Ну, конечно В данном случае Рядом с печью Ничего не надо было Такого использовать Плитка Либо Огнеупорный кирпич Все Стены побелить Это тоже красиво Посмотрите Как раньше жили На Дону люди Просто побелка И тоже красиво Приятно Ну, а это если в доме Дом обогревается Вот такой печью А какие еще могут быть Причины пожара В отопительный период Ну, часто Причины пожаров То есть У нас идет скачок По именно печам На твердом топливе идет Потом идет скачок По электрооборудованию То есть Перегружается сеть За счет того Что люди начинают Пользоваться Электроприборами Которые в свою Отопительными Которые в свою очередь Потребляют Много электроэнергии Мощными являются Проводка зачастую Не выдерживает Тоже хотелось бы Порекомендовать Вам обращать внимание На состояние Электрической проводки То есть В домах Многих еще И алюминиевая проводка У нас Проложена Только проводящие Жилы Сколько лет Они уже Никто не знает И изоляция И изоляция Генерирующих приборов Неисправность Почему-то Искрит Выключатель На обогревателе При включении Неисправность Неисправно На этих обогревателе В чем же причина Дон 24 Есть опрос Вопрос звучит так Соблюдаете ли вы Противопожарную безопасность Так вот В этом вопросе Опросе Мы в основном Акцентировали Внимание На электроприборы Мы начали уже Говорить Об электроприборах Они в основном Они современные Что вы скажете В целом Уменьшилось ли Количество Случаев Возгорания Связанных С электроприборами Вот допустим Если утюги У них тоже В современных утюгах Встроена функция Они выключаются При нагреве При определенном И так далее Стали ли они Более безопасными Современные Электроприборы Ну естественно Современные Электроприборы Стали более безопасными Гораздо Именно из-за Устройств Тепловой защиты В чайниках у нас Эти устройства Сейчас есть То есть Чайник закипает Устройство Отключает чайник В утюгах Это все есть Но Тут опять же Влияет фактор Что устройство Неисправно Им продолжают Пользоваться Вот из-за этого Часто еще Происходят пожары Ну собственно И раньше так было Сейчас проще В том Что современные Приборы Защищены Имеют защиту Какую-то Мы по этому году Говорить еще Очень сложно Что нас ждет Поэтому мы говорим Чтобы напомнить Надеемся о том Что таких случаев Будет меньше А каким был Прошлый год Прошлый год Я вам говорил Уже Что Это в цифрах А если так разобрать Ну Если разбирать То Как только Вы имеете ввиду Прошлый год Именно отопительный сезон Отопительный сезон Да Какие ошибки допускали Ростовчане Жители области Возможно И сложным ли был Этот период для вас Ну естественно Как только У нас Каждый год Как начинается Отопительный сезон Идет всплеск пожаров Обязательно идет Вот Скачок Потом Как бы Идет на спад Это все дело Более-менее Ровно Проходит Именно Начало Очень важно Начало Люди Начинают Топить Печи Допустим Перекаливают Их зачастую Газовыми горелками Многие у нас Еще пользуются Зачастую Ну Это газовая горелка Кто не знает В старых домах Прям в дымоходе Устанавливается Горелка газовая Которая Включается Тоже эти горелки Старые На них Должно быть Устройство Отключения Они не отключаются Многие даже не знают Там заселяются Квартиранты Или еще что-то Что Два часа На максимум Может работать Ее нужно выключать Оставляют на ночь Происходит Перекал Загорается Их квартира Следующая квартира Потому что Газовые горелки Есть Именно Даже Многоквартирных Домах У нас В старом фонде Еще Вот Такие Проблемы У нас Бывают С началом Отопительного Сезона Ну и у всех Собственно Что еще нужно Учесть Нужно ли заранее Готовиться К отопительному Периоду Например Проверять Отопительные Приборы Дымоходы И так далее Ну естественно Все это Нужно проверять Если говорить Об электронагревательных Приборах То их следует Покупать В специализированных Магазинах Если там Ну вот Много рынка У нас сейчас Да Всяких Таких Вот Там можно купить Но тем не менее Нужно обращать Обязательно На Сертификаты Безопасности Которые должны Напечатаны Быть на коробке Не наклеены Обращаю внимание А именно Напечатаны Обязательно Наличие Инструкции Многие Пренебрегают У нас Прочитыванием Инструкции То есть Зачастую Нужно Там Тот же Обогреватель Включить На какое-то Время Чтоб он Поработал На Это Правильная Эксплуатация Прибора Начинается С прочтения Инструкции Ну и Нужно Понимать Что если Это электроприборы То обязательно Они нагреваются. Нагревают они не только воздух, но и то, что находится вокруг этого прибора. Пол, белье, которое висит рядом, почему-то забыли его там повесить. Или вообще накрыли обогреватель, полотенце решили высушить или еще что-то. То есть в инструкции тоже четко написано, что этого делать нельзя. Умудряются люди у нас пренебрегать это. Подключая обогреватель, на что нужно обращать внимание. Так как они большая нагрузка, может быть там неисправна розетка, или давно розеткой пользуется плохой контакт на вилке и штепселе, обогревателе и в самой розетке. То есть плохой контакт, сразу идет нагрев. Нагрев это оплавление либо вилки, но как правило розетки и дальнейшее воспламенение. То есть обращайте на это внимание. самодельные, ну, я думаю, даже ну как, стоит, конечно, об этом сказать, потому что находятся индивидуумы всегда, которые продолжают у нас так называемыми козлами пользоваться, еще какими-то печами откуда-то выдернутыми, подключенными, зато греет хорошо, как говорится. Ну, там нет никаких устройств тепловой защиты, ничего, старые обогреватели, как я уже говорил, ну, конечно, ими вообще не рекомендуется пользоваться. То есть, изоляцию, обращайте внимание на изоляцию, если она пересохла, уже осыпается, то не надо этим пользоваться, естественно. и на что ставить обогреватель, то есть, естественно, не нужно его ставить на такие легко сгораемые материалы, потому что, мало ли что, оно обязательно может загореться. Если говорить о печах именно на твердом топливе, то подготовка к началу сезону, там, обязательная процедура, это проверка дымоходов у нас, то есть, печи и дымоходы должны быть исправными, отсутствие трещин должно быть, оштукатурены, побелены. Почему побелены? Потому что, когда вы топите печь, если есть трещина, выходит дым там какой-то, на побелке вы это сразу заметите. В другой момент, там, просто кирпич или там, сложнее будет это увидеть. От сажи обязательно необходимо очищать дымоходы. Дымоходы обязательно должны быть выполнены из несгораемых материалов. Опять же, смотрите, если они проходят через сгораемые материалы, там, я не знаю, деревянный дом или что-то вокруг сгораемое, дымоход, а дымоход, допустим, металлический, обязательно изоляция должна быть тепловая, то есть, или асбестовая труба, или, ну, при монтаже даже рекомендую на это смотреть. Часто, очень часто происходят пожары, вроде бы идет хороший дымоход, новая печь стоит, ну, где-то там, буквально через год или что там, в этом дымоходе образовалась или трещина, или щель какая-то, тут же попало там с кровли, сгораемое там, дерево рядом проходит, без всякой теплоизоляции, и, пожалуйста, сгорает кровля, не успевают, если пожарные, то и полностью дом. Ну, и вообще, как бы, будьте бдительны, то есть, опять же, неисправно печь, не экономьте на этих вот автономных датчиках пожарных. Автономный датчик представляет из себя устройство в виде цилиндра, в который вставляется батарейка типа савдеповской кроны, ну, вот, знают все, 9-ти вольтовые, и на любой дым легкий она реагирует, то есть, даже если человек находится, ну, заснул почему-то, или там в соседней комнате, датчик это быстро определит, и своим звуком, ну, он очень громко, если кто-то сталкивался, работает, то есть, разбудит любого. И я рекомендую, если у кого-то нет, его даже поставить. Да. Да, да, вот простая, вы говорите, простая такая технология, а применяют ли ее сегодня? Ее применяют в новых домах у нас, во всех, все эти датчики ставят, но опять же, люди у нас всегда считают, что они умнее других, и зачастую при ремонте снимают эти датчики, ну, вселяясь, допустим, в новый дом, а потом просто берут и не ставят, ну, интерьер там портит, или еще что-то. Они срабатывают, они, возможно, даже на какие-то, да, вот такие? Ну, срабатывают, да, курит человек в квартире, сработает, но опять же, я обращаю внимание, даже вот курите, да, можно же курить там, заснуть с сигаретой, там, допустим, или упадет с сигаретой, или пепел там упал, на пол, заснул человек, не увидел, что упал пепел, датчик сработает, это обязательно вы услышите, он спасет вам жизнь, этот пожарный извещатель, поэтому я все-таки даже, во-первых, рекомендую, если вы снимали их там, белили потолок, обязательно его опять поставить, а если у вас такого нет, то обязательно его приобрести, он стоит 200 рублей, 250, то есть, не так дорого, но в то же время, он обезопасит вас от возможных вот таких вот возникновения пожара, когда вы не можете контролировать. Очень многие сегодня обогревают дома газовыми приборами, котлами, наверное, в этом случае можно порекомендовать пригласить специалиста, да, перед отопительным сезоном, и, наверное, сегодня еще не поздно, чтобы проверить, нет ли утечки, и так далее. Совершенно верно, да, вы говорите, я немного упустил еще, что действительно уже есть еще и газовое оборудование, да, специалиста, то есть, как минимум, самим для начала нужно осмотреть еще, ну и обязательно присутствие специалиста, то есть, у нас в газовых котлах, что у нас располагаются? Горелки газовые. Горелки эти газовые имеют свойство засариваться, закапчиваться, засариваться и прогорать, их нужно чистить. Лучше, конечно, это делать все специалисту, который придет, посмотрит, там горелка может прийти в неисправность, там... В общем, нюансов очень много, поэтому регулярно лучше проводить такие действия, приглашать специалиста. Что предпринять, если возник пожар? Пожары разные по своему характеру бывают, да, и, наверное, здесь нужно быстро сориентироваться и правильно действовать. Конечно, пожары... Что нужно предпринять? Во-первых, нужно сразу оценить обстановку, где горит, что горит, и что вам делать. Допустим, если горит выход из квартиры вашей, или из дома там, то сразу нужно понять, можете ли вы накинуть на себя что-то, чтобы пробежать мимо этого горящего входа, или там намочить успеть одеяло, что угодно, чтобы пробежать через этот выход. Или лучше вообще этим выходом не пользоваться, а воспользоваться все-таки там стеклом, пусть потратить... Ну, не стеклом, прошу прощения, окном. Потратить там какие-нибудь две минуты, выбивая это окно. Чем это опасно? Вот как много пожаров же бывает, и потом оцениваешь эту ситуацию, но это все со стороны, но лучше знать заранее. То есть, люди начинают, горит выход, допустим, обшитый у них пластиком, или там деревом, деревянной там рейкой, вагонкой, пробегают мимо этого выхода, получают такой степени ожоги, что там буквально через два часа, уже оно через сутки становятся эти ожоги несовместимы с жизнью дальнейшей. Это нужно помнить обязательно, то есть, пламя, температура обязательно окажет воздействие, потому что стоит ли выбегать, может лучше воспользоваться окном. И постоянно нужно помнить о том, что дым идет вверх, и все, и теплый воздух находится вверху. Когда вы находитесь внизу, то там меньше температура, там меньше задымленность. То есть, если вы, допустим, просыпаетесь, и вокруг все в дыму, первое, что делаете, это вы падаете на пол. Падаете на пол, и ложитесь, я имею в виду, и смотрите, возможно ли закрыть чем-либо органы вашего дыхания, там рот, нос, ветошь ее какой-то. И уже начинаете по полу пробовать передвигаться, потому что, как только вы встаете, там наиболее задымленная, наиболее температура, ориентируетесь, и пытаетесь покинуть помещение. Лучше всего, конечно, сначала вызвать пожарных, потом все остальное предпринимать. Опять же, нужно оценивать. Если у вас просыпаетесь, грубо говоря, горит телевизор, или еще что-то там, отопительный прибор, можете вы его сами потушить, да, и на что терять время, то ли вызвать сразу пожарных, а потом тушить, это, наверное, все-таки наиболее правильно, то ли приступать к тушению. Вот если про электроприбор говорить, то есть, горит электроприбор, первое, что нужно сделать, это выдернуть из розетки его, потому что, если вы начнете пользоваться водой, там электрический ток, вы просто можете получить поражение электрическим током, об этом тоже всегда нужно помнить обязательно. Далее уже, ну, то есть, первоочередная задача вообще у пожарных стоит, ну, и у граждан, естественно, это эвакуация людей, потом материальных ценностей, и только потом уже мы смотрим на тушение, производим само тушение. По этой же схеме, естественно, рекомендуется и остальным пользоваться. То есть, вызвали пожарных, эвакуировали, сначала никаких тушений, сначала эвакуируем детей, зверей, все что угодно, забираем документы, только потом делаем то, что необходимо делать. Почему? Потому что, это зачастую, там, горящий предмет какой-то в доме, да, с одной стороны, его можно потушить быстро, с другой стороны, трудно оценить. Может, пока вы будете тушить, это все из-за большой пожарной нагрузки будет распространяться, и у вас потом просто не будет времени, чтобы эвакуировать кого-то, самому эвакуироваться, там, вот поэтому так необходимо действовать в первую очередь. Часто у нас люди любят еще, если произошел пожар в многоквартирном доме, выбегать на лестничную клетку и бежать почему-то на крышу, я не знаю, или там вниз пытаться спускаться, кто-то умудряется еще лифтом при этом пользоваться. Категорически этого нельзя делать. Почему нельзя? Потому что дым, продукты горения, то есть, любой пожар связан с продуктами горения, наличием дыма. Задымливаются, как правило, все вот эти лестничные площадки, ну, не все, а которые, есть незадымляемые лестничные площадки, но опять же, на незадымляемые кто-то забыл закрыть дверь, неисправлен доводчик, то есть, лестница задымлена. Не надо переоценивать свои силы, то есть, вы думаете, да что тут там пробежать, два-три этажа, или там четыре. Тоже это все может очень плачевно закончиться, вы там быстро, потребление воздуха идет достаточно быстро, потому что интенсивно, вернее, стрессовая ситуация, человек двигается к тому же, а эти продукты горения воздействуют на легкие, и человек тут же отравление получает, и погибает. А как же действовать тогда в многоквартирных домах, правильно? Я, да, немного ушел, слишком растолковывать, начал, почему действовать, это не выходить надо на лестничную площадку. Вы находитесь в городе, нужно помнить, к вам в любом случае приедет пожарная охрана, там, вы не можете вызвать по какой-то причине, вызовут соседи. Но что нужно делать, да, вот горит там соседняя квартира, еще что-то, вы находитесь в квартире, сразу повторяюсь, не выходить на лестничную клетку, смотреть, если дым поступает, допустим, к вам через дверь, нужно эти все щели, намочить ветошь, какую-то есть одеяло, щели в двери проложить, вот этими мокрыми предметами, ветошью, смотреть вытяжки, если из вытяжек к вам поступает дым, дым, тоже нужно закрыть вытяжки, открыть окна, подойти к окнам, выйти на балкон, и привлекать внимание, приедут и обязательно спасут, в этом даже не сомневайтесь. Спасибо вам большое, очень много интересной информации, хотелось бы еще успеть минуту до конца эфира подвести итоги голосования, которое у нас было на сайте, а вы проанализируйте коротко. Вопрос звучал так, соблюдаете ли вы противопожарную безопасность, так больше людей проверяют все же электроприборы, на втором месте вспоминают, но не возвращаются, и уверены всего 12%, вот такая бдительность, что вы скажете в двух словах? Ну, больше всего здесь меня удивляют люди, которые вспоминают, но не возвращаются. Надеются на авось, чего делать нельзя, нужно понимать последствия, которые могут возникнуть. Куча поговорок, в том раз, семь раз отмерять, один отрежь, и все в том духе. Рекомендую все-таки сделать, забыл что-то, лучше вернуться, перепроверить это дело, но быть убежденным. Я благодарю вас за полезное, интересное интервью. Напоминаю, что мы говорили о противопожарной безопасности с начальником отдела административной практики дознания главным управлением ЧС России Простовской области Игорем Тегненко. У микрофона была Инна Панфилова.